Техническая справка. Изделие 9-12, в строю МиГ-29. Фронтовой истребитель с двигателями РД-33 общей тягой более 16 тысяч килограмм. Максимальная скорость 2450 километров в час. Первый советский боевой самолет, продемонстрированный на зарубежном авиасалоне. 1988 год, Фарнборо, Великобритания. Два самолета с бортовыми номерами 10 и 53 стали полной неожиданностью для Запада. Не следует забывать, что это была эпоха откровений. Из сумрачного восточного монстра Союз превращался в рубаху парня с обезоруживающей улыбкой. Но то, что увидели Фарнборо авиационные специалисты, заставило их поежиться. Я могу так сказать, что накануне я был в Сингапуре и познакомился там такой шеф-пилот фирмы General Dynamics Кевин Двайер. А потом он появился в Англии, впервые наш МИГ-29, это в том же году было. И тогда, когда Кевин там стоял, говорит, вы нас обманываете. У вас тяга вооруженности не один и один, а гораздо больше. И сколько Кевин не пытался повторить наше время, там 14-15 секунд вираж, у него 18-20 получалось. МИГи летали великолепно. Некоторые фигуры высшего пилотажа, продемонстрированные в Англии, до сих пор являются русским эксклюзивом. И хотя по западным меркам многое в наших самолетах выглядело крайне непривычно, в кабине ни одного дисплея. Стало ясно, что Советы снова впереди планеты всей. Субтитры создавал DimaTorzok